Мисс Блокнот 2021 Всего будет час, это 10 минут на ознакомление, также 40 минут на приготовление, ну и 10 минут на презентацию. Поехали! Австрия. Германия. Ну что, сейчас мы с вами узнаем, что же вы будете готовить. Кенгуру? Шницель. Итак, Австрия, ты будешь готовить шницель. Германия. Я так и знала. Ты чувствовала? А то да. Это твое любимое блюдо? Нет. Австрийское. А какое твое любимое блюдо австрийское? Кенгуру. Кенгуру? Хорошо, что нужно сделать для отбивной, как приготовить ее? Две столовые ложки муки, одно яйцо, сухари планировочные, отбить мясо, пожарить, подать. Очень долго. Давай, вспомните, ты хочешь переступить? А, я бы готовлю, да? Как у тебя вообще с кулинарией складываются отношения? На ты. На ты? Ну, может, вы-ты. Вы-ты? Готовишь хорошо, ты допустим. Ну, не всегда, как бы, не всегда получается то, что хочется. Ясно. Но материнство тебе не помогло научиться готовить. То есть, решил, зачем готовить для своей специально обученной люди для этого? Ну, не всегда же пельмени сами варятся. Итак, что ты вначале делаешь? Мясо достаю из пакета. Очень логично. Смешиваю муку со специями, солью и перцем. Для чего? Это будет панировка получается? Типа да. Я представляю кое-кого просто. Я могу тебе сказать, что на 100% ты делаешь неправильно. Будет так, как я делаю, соль. Ты уверена, да, что сейчас панировочную сухость нужно превратить с яйцом в какое-то тесто? А что ты будешь делать? Обваливать в этом. Обваливать в тесте. Я поняла, что неправильно делаю, так что... Ну, самое главное, это уверенные действия, да? Ну, давай покажем. Да не надо! Что? Человек с кулинарией на ты. Вот так вот нужно разговаривать на ты, понятно? А переделать можно? Нет. Нет, я просто знаю, просто я перенервничала. Станьте, перенервничала. Мне кажется, нельзя тратить вот это вот. Ну ладно. И уже разделался. Делай так. Потому что будет аппетитная корочка. Аппетитная? Кажется, вы из кулинарии не на ты, вы родственные дни. Ты могла бы стать, кстати, ведущей кулинарного шоу, например, такого. Как малышала? Она, по-твоему, ведущая кулинарного шоу. Ну, я просто перевела, провела параллельно. Что же от бога? Короче, мы тут нашли друг друга. У нас кулинар от бога. И просто, если у вас в доме сломалась техника, сейчас будет реклама. Если вам нужно починить телевизор, либо включить лампочку, розетку, заберите, обращайтесь ко мне. Мы просто не включили в розетку удлинитель. И поэтому мы сейчас все это время ждали, пока у нас будет нагреваться плитка. Готовила суп недавно, да, и так перенервничала, так старалась, что вышла каша у меня. А когда я ее подогревала, она чуть подгорела. Кто ты? Раньше занималась легкой атлетикой, потом пошла в фитнес с инструктором. Ну, что-то как-то не задалось. Не зашло. Так, а сейчас и спортом занимаешься вообще? Сама для себя, да, хожу в зал. Ну, вот какие упражнения сейчас ты можешь показать, допустим, нашим зрителям, зрительницам, чтобы держать в форме ягодичные мышцы, которые у тебя прям в форме. Глубокий присед. Давай глубже. Давай глубже. Еще глубже. Как прям в сексе, да? Только обычная девушка орет глубже. Сколько раз в день что? Ну, сколько раз. Сколько раз в день нужно глубже? Раза три в неделю, я думаю. Нормально. Отлично. Хватит. Тогда будут такие ягодичные мышцы, как у тебя. Ну, не факт. Лайфхак. Как проверять ее. Да все, это ты меня тут. Да что нет, ну показывай дальше людям, как проверять массы. Оп, видишь? И что это там тебе задало? Все, оно сейчас точно задаст. Оно проверилось или нет подвоему? Да. Да. Оно. Оно. Австрия столица гор и вершин Я спустилась к вам с гор на вершины, чтобы подать вам это блюдо С Богом! Ну что, первая участница, которая, как оказалось, спустилась к нам с гор Анна Григерова презентует свое блюдо под названием «Австрийский шницер» Оценивать сегодня будем я, ведущий конкурса «Мисс Блокнот» 2021 года И главный редактор новостного портала «Блокнот Волгодонская» Виктория Исаева Все, Аня, расскажи, к чему нам готовиться? К лучшему, наверное Ну поскольку ты спустилась с гор, внешний вид давай, у нас, получается, будет оценки две К лучшему, наверное Ну поскольку ты спустилась с гор, внешний вид давай, у нас, получается, будет оценки две За презентацию и по вкусовым качествам Что за презентация, которую вы поставите? Ну, как минимум, это было очень оригинально. К нам спустились с гор наши вершины. Внешне выглядит мне очень нравится, очень аппетитно. На самом деле уже очень даже хочется попробовать. Значит, пятерочка. Да, я бы поставила пять. Я хочу сказать, что за презентацию я прям сейчас посмеялся от души. И вот чисто за это, даже если бы здесь просто лежало бы сырое мясо, но как ты его представила, я вот чисто за это тебе поставлю пять. В общем, первый у нас дегустируемый папный редактор. Главное, чтобы не бывший главный редактор. После этого этапа. Ну, да. Сыровато, красновато. Медиум. Свинины медиум. Я могу съесть помидорочку. Очень приятно. Не, я-то могу сожрать сырую свинину. Посмотрите на меня, мне кажется, я только питаюсь сырой свининой. Пусть это звучит с моим вкусом каннибализм. Вот, но я не буду пробовать в этот раз. Поэтому я тебе поставлю. Ладно. Ну, хорошо. Ну, как можно не дожарить? Да почему? Так все аппетитно, так презентовалось хорошо. Выглядит и пахнет, конечно, очень вкусно, но... Прям как отбивные домашние. Тут прям кровушка. Ну, за презентацию ты получаешь по пять баллов, а за вкус единицу... Ожидание, реальность. Да. Прямо.